Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире Первого Матищинского. Итоговая программа. Меня зовут Юлия Федориненко и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. На этой неделе Матищи посетил губернатор Подмосковья. Андрей Воробьев побывал в гимназии номер 33, которая 1 сентября встретит своих учеников. Главе региона показали столовую, тренажерные и спортивные залы, бассейн и учебные классы. Затем Андрей Воробьев встретился с педагогическим коллективом гимназии. Разговор шел об образовательных стандартах, о качестве преподавания. Андрей Воробьев также интересовался и личными проблемами педагогов. Хронология визита в нашем материале. Экскурсию по 33-й Матищинской гимназии губернатор начинает со столовой. Она рассчитана на 480 мест. Само же образовательное учреждение предусмотрено для обучения 768 детей. Проект этот нетиповой и отличается своей индивидуальностью и дороговизной. По словам застройщика, почти миллиард рублей. Андрею Воробьеву показывают актовые и спортивные залы, тренажерный, бассейн и классы. Затем глава региона идет знакомиться с педагогическим коллективом школы и лично приветствует каждого из учителей. Очень приятно, наверное, так же, как и вам, видеть, что школа современна. Что касается формы, здесь, честно говоря, сомнений нет. Спасибо строителям, все сделано достойно. Я сегодня хотел бы поговорить больше о задержании, почему, кто будет учить. Для нас это интересно с точки зрения повышения качества образования. Президент ставит перед нами серьезные задачи по качеству и дошкольного, и школьного образования. И традиционно в Подмосковье инвестирует в образование все больше и больше количества средств. Средств в этом году на образование из областного бюджета направлено 156 миллиардов рублей, что на 34 миллиарда больше показателей прошлых лет. Впрочем, и задачи амбициозные – вывести Подмосковье в тройку лидеров по качеству обучения. При этом построив новое образовательное учреждение, ликвидировать вторую смену и все это сделать вместе с командой педагогов-профессионалов. Андрей Юрьевич сегодня уделяет огромное внимание качеству образования в Московской области. И сегодня был в новой школе с новым коллективом педагогическим, который формируется в новой школе. Сегодня был достаточно откровенный разговор как раз по качеству образования. Очень подробно и очень внимательно ознакомимся с учителями. Какие учителя, откуда учителя, где получили образование, какие методики применяют, какой имеют опыт, имеют ли вообще личное развитие как учитель для того, чтобы новые подходы к образованию наших детей вырабатывать. Очень нужный и полезный разговор. Для всех учителей директор является работодателем. И подбирая коллектив, он уже выстраивает концепцию своей школы. Мы на протяжении уже нескольких месяцев в Московской области проводим семинары для директоров школ. И самая большая проблема, которая была поднята, это именно повышение квалификации, вопросы разработки концепции образовательного учреждения и вопросы мотивации и воспитания. 33-я Матищинская гимназия – одна из семи школ, которые откроют в Московской области в День знаний. Выступая, губернатор отметил большое внимание главы муниципалитета к вопросам образования и поблагодарил за эту работу. Лингвистических школ, подобной этой, в Подмосковье пока немного. Здесь будут учить английскому, немецкому, испанскому и китайскому. Это не просто лингвистическая школа, а образовательный центр, где также большое внимание будут уделять спорту и культуре. Завершив официальную часть визита, губернатор продолжил общение уже в неформальной обстановке. У гимназии его ждали жители нового микрорайона и родители детей, которые теперь будут учиться в этом образовательном учреждении. Нас интересует, во-первых, поликлиника будет ли в этом районе вообще? Планируется. Планируется. Да, Виктор Сергеевич, планируется. У нас сейчас вся застройка, которая в Подмосковье ведется, она, конечно, с одной стороны, мы обеспечили школами, детскими садами. Сейчас думаем о качестве. Спрашивайте, вы бы отдали или не отдали. Мы здесь для того потратили время, чтобы не посмотреть, какой красивый бассейн, какое качество образования. Соответственно, дальше это поликлиника, дальше это инфраструктура, дороги, транспорт. Каждая новостройка – это хлопоты. Мы очень хотим, чтобы эти хлопоты были, они такие приятные хлопоты. Завершая свой визит в Мытище, губернатор пожелал школе и учителям занять достойное место в системе образования региона и как можно скорее порадовать первыми успехами учеников. Высококвалифицированные учителя, современные школы и подходы в образовании позволили Мытищам подняться еще на одну ступеньку пьедестала выше. В четверг областное правительство опубликовало список лучших школ и директоров Подмосковья учебного года 2016-2017. В топ-100 вошли 5 мытищинских общеобразовательных учреждений. Это 23-й и 15-й лицей, школы 27-я и 6-я и гимназия номер 17. Кроме того, в этом году в Московской области впервые была проведена оценка эффективности деятельности директоров школ. Их оценивали по 10 критериям. Портфолио, результатам итоговой аттестации, единого госэкзамена, олимпиад, условиям обучения и так далее. 62 руководителя подмосковных школ набрали наибольшее количество баллов по итогам своей работы. Директор 27-й мытищинской школы заняла четвертое место в рейтинге директоров. Руководители 23-го лицея, 6-й школы и 15-го лицея также вошли в этот список. 22 августа вся Россия отметила день главного национального символа страны – флага. Праздник был установлен указом президента 20 августа 1994 года. Официально триколор был утвержден в качестве государственного символа РСФСР тремя годами ранее. В мытищах ежегодно в день государственного флага проводится множество различных акций. В этот раз мытищинцы смогли принять участие в праздничном флэшмобе. Как это было, расскажет Анна Раченкова. 23 года назад Россия впервые официально отпраздновала день государственного флага. А 26 лет назад российский триколор вновь обрел статус национального символа, сменив своего советского предшественника красный стяг. История триколора связана непосредственно с Петром Великим. По одной из версий это сочетание цветов придумал именно он, основываясь на трехцветном символе Голландии. Сегодня версий происхождения флага множество, точно так же, как и вариантов трактовки каждого цвета. Белый цвет означает цвет свободы, независимости, голубой цвет чистоты, красный, по-моему, цвет памяти, крови, пролитой на войнах. Я знаю, что триколор был принят еще при Петре Первом. Потом долгое время флаг России был черный, желтый, белый. Ну, в советское время был красный флаг. И вот когда стала Российская Федерация, у нас снова был принят триколор. А год помнишь? 1991, наверное. Впервые трехцветный триколор был поднят на судах торгового флота Российской империи. И произошло это не где-нибудь, а на территории нашего родного Подмосковья, в Луховицах. 22 августа по всей стране проходят праздничные мероприятия. Мытищи, конечно же, не стали исключением. В городском округе празднование этого дня происходит так же по всему округу, во всех поселениях, деревнях, которые здесь есть. Основной площадкой проведения праздника является площадка перед театром «Фест». Участниками праздничного флэш-моба стали школьники, студенты, представители молодежных организаций, а также жители округа. В ходе мероприятия гости узнали интересные исторические факты, связанные с триколором. Каждому пришедшему был вручен символ России в миниатюре. Сегодня наш флаг, флаг Российской Федерации. Мы всегда поднимаем в особо торжественных случаях. Это символ России. Наши спортсмены прославляют этот символ на соревнованиях различного уровня. Не только спортсмены. На всех международных мероприятиях всегда триколор является символом российского государства. И мы с вами, ориентируясь на триколор, естественно, проникаемся патриотизмом, чувствуем благодарность к своему государству. Мне хочется всех поздравить с этим знаменательным праздником. Завершился праздничный флэш-моб массовым исполнением гимна России. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. На этой неделе речь шла не только о подготовке к новому учебному году. Коммунальные службы вышли на финишную прямую в вопросах подготовки жилого фонда к холодам. К зиме готовы на все 100. Такую оценку о работе муниципальных властей поставил главный государственный жилищный инспектор Московской области. Вадим Соков лично осмотрел ряд мытищинских многоэтажек и пообщался с жителями. Рабочая комиссия под руководством главного государственного жилищного инспектора Московской области добралась и до мытищ. Ранее областное руководство уже оценило готовность жилого фонда к началу отопительного сезона в ряде муниципалитетов. Специалисты, как и положено, обследуют дом полностью от кровли до подвала. Вон там даже вода течет, видно. То есть чистая. Хорошо? Хорошо, да. Ну, опять же, далось быть решетки, чтобы мустр не выпадал. Ну и видно, что чистая. То есть, если пойдет дождь, то все будет нормально. Ну, как бы будет, ну, зон застоя воды не будет. Чистые ливневки, целостность кровли, исправно работающая система вентиляции. Все эти, на первый взгляд, незначительные нюансы обеспечивают комфортное проживание людей в своих квартирах летом и уж тем более зимой. В данном случае мы посмотрели, мы видели, что кровля в хорошем состоянии находится. Имеются, значит, фильтры, да, для того, чтобы грязь не попала, соответственно, там. Ну, то есть, замечаний на сейчас, замечаний нет. Поэтому дальше, давайте посмотрим в подвале. В подвале дома 11 по 3 Крестьянской улице тоже все подготовлено к эксплуатации объекта в зимний период. Задача комиссии не только оценить состояние многоэтажки, но и проверить соответствие информации, предоставленной в паспорте дома, с фактическими показателями. Это дает возможность оценить и деятельность управляющей компании. По словам Вадима Сокова, на нерадивые управляющие компании в разных муниципалитетах области региональной госжилинспекции составлено свыше 3000 протоколов за плохую подготовку жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период. Городской округ мытищей в черном списке не числится. Что касается мытищ, мытища у нас, значит, исконно находится в зеленой зоне по линии госжилинспекции, потому что здесь проблем с подготовкой домов нет. Вот мы сами с вами видели, от подвала до чердака прошли дома. И что радует, что это все хорошо организована работа администрации. Поэтому еще раз им большой респект и от госжилинспекции, и от жителей, которые будут жить в нормальных, хороших условиях. Но эта работа будет продолжена в дальнейшем, потому что у нас время до 15 сентября. Но что касается области, то область идет в целом в графике. От подготовки домов к зиме таких вот сильных отставаний нет. Что касается мытищ, то они у нас идут даже с некоторым опережением графика. Ну, могу сказать, молодцы. И администрация организовала работу в управляющей компании должным образом. Поэтому за мытищ я спокоен. Я думаю, здесь зима пройдет тихо и спокойно. А вот и мнение жителей. Что первое сказать, это отношение к людям. Все-таки эмоции положительные. Я не могу за всех сказать. Ну, от себя лично. И думаю, многие согласятся. Заявки выполняются. Вот тоже на личном примере. Проблемы были с горячим водоснабжением. Уже все позвонили. Через полчаса пришел сантехник. Полностью подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону в Подмосковье должна завершиться к 15 сентября. На территории городского округа мытища у нас 1227 многоквартирных домов. На сегодняшний момент более 90% у нас подготовлена прозильная опрессовка, промывка, приведение в порядок подвальных, чердачных помещений. Тепловые пункты у нас подготовлены. Все почти типовые пункты у нас эксплуатирующая организация Матичинская теплосеть обслуживает. Также подготовлены тепловые источники с представителями Минжика Хосити еженедельно опрессовывали и акты имеются. В целом, как профильное министерство оценивает готовность на достаточно высоком уровне. Итоги проверки рабочая комиссия подводит уже в зале заседаний администрации. Вадим Соков обращает внимание, что впереди осенний-зимний период и в холода не должно быть аварийных ситуаций. За хорошую работу вручает благодарственное письмо Александру Бирюкову, подчеркивая, что жалоб от жителей муниципалитета в госжилы инспекцию поступает все меньше. За добросовестную платворную работу на благо жителей Подмосковья, высокий профессионализм и большой личный вклад в разверие всей сферы ЖКХ. Заслуженно, потому что нет проблем с мутищами. Весь коллектив городской округ работает на результаты, поэтому это благодарность не только мне, но и нашему коллективу, который принимает активное участие в решении поставленных задач и на благо жителей, конечно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попасть к врачу теперь можно будет только по электронной записи. Такие новшества внедряются на территории всей Московской области, в том числе и нашего городского округа. Съемочная группа телеканала «Первый Матищинский» побывала в Матищинской городской клинической больнице и узнала, как эти нововведения осваивают горожане. С 24 августа регистратуры поликлиник Матищинской городской клинической больницы закрываются. Вместо привычной очереди к стойке вы сможете пройти прямиком к специалисту, если запись была произведена предварительно через электронную регистратуру из дома. Если человек предварительно записался, он приходит не в очередь в регистратуру, а приходит непосредственно на прием к врачу-специалисту, к своему времени в кабинет. Таким образом, он не стоит нигде в очереди и сразу попадает на прием. В основном пациента воспринимают положительно. При остром недомогании для пациентов будет работать кабинет неотложной помощи. В случае, если гражданин не имеет доступа в интернет и не владеет компьютером, то сможет воспользоваться многоканальным телефоном единой горячей линии. А можно ли будет записаться к специалисту на конкретную дату и время? У нас существует электронное расписание, как и во всех ЛПУ нашей области, с определенным количеством, со сменностью и с ячейками доступными. Соответственно, пациенты будут записываться на доступные ячейки. То есть, если ячейки будут отсутствовать, всегда будет написана возможность запись в лист ожидания. Пациент заносит себя в лист ожидания и в течение суток с ним оператор колл-центра связывается и предлагает удобное время. В холле поликлиники всегда будут находиться консультанты, которые дадут ответ на любой вопрос, а также помогут записаться к врачу через уже привычный инфомат. Для того, чтобы записаться на прием, достаточно выбрать нужную клавишу, так скажем, к участковому врачу, либо к врачу-специалисту. Участковому врачу, например, если нужно записаться, выбираем, вводим полис, либо вручную, либо по штрих-коду. Далее он нам указывает участок, какой врач у нас, и предлагает свободные даты и время. В частное нововведение жители воспринимают с опаской и реагируют по-разному. Так Александр Алексеев, воспользовавшись новым способом записи к врачу, не ожидал, что это можно сделать так быстро и без очереди. Удобно? Ну, удобно. Кто умеет пользоваться прибором, то, пожалуйста, конечно, вот пять секунд и все. А так обычно стоите в очереди, а тут без очереди, пожалуйста, раз. Ну, надо учиться просто привыкать к новому. Молодежь тоже выступает за перемены, ведь электронная запись экономит время. Ну, и сейчас активно вводят, то есть те же самые в банках электронной очереди. Все это намного быстрее, чем стоять, как бы, там непонятно сколько времени в очереди. Заходить, говорить, кто последний, я за вами буду и ждать. Кстати, для пациентов доступна и перезапись. Работа регистратуры заканчивается в ближайшие дни, и все жители теперь будут пользоваться новыми способами записи к врачу. В разгаре презентация проектов, поданных жителями региона на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». Мытищенцы представили свои работы экспертам 24 и 25 августа. Уже в первые часы зарегистрировались полторы сотни участников. Всего городской округ Мытищи заявил на конкурс более 400 проектов. Подробнее о том, как наши земляки защищали свои инициативы, расскажет Надежда Трифонова. Мытищенцы всегда активно участвуют в жизни своего муниципалитета. Сообщают средства массовой информации о непорядке и нарушениях, болеют за облик своих населенных пунктов, организуют социальные мероприятия и участвуют в них. Ради таких жители региона губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредил премию «Наше Подмосковье». В этом году о своем желании участвовать в конкурсе заявили 456 наших земляков. В ближайшие два дня они, согласно новым правилам, должны представить свои проекты экспертам. В экспертной комиссии у нас принимают участие представители общественной палаты Московской области, представители главного управления социальных коммуникаций и эксперты общественности. Авторов, которые по тем или иным причинам не смогли присутствовать на презентации 24 и 25 августа, ждут в сентябре в Доме правительства Московской области. Тот, кто вовсе не явится на встречу с экспертами, будет вычеркнут из числа претендентов. Но такого, надеются их болельщики, не случится. Мы хотим по поручению главного управления социальных коммуникаций еще раз поприветствовать, поблагодарить за активное участие. Это расходы управления традиционно активно принимают участие в главном области в губернаторе нашей коммуникации. В прошлом году мы взяли 100, практически 99 номинаторов. Мы надеемся, не хуже выступим. И мытищенцы не подводят. Уже в первые часы о своем желании встретиться с экспертами заявили полторы сотни соискателей. Собрание началось на позитивной ноте. Вызывает такое уважение, что вы сочли возможным прийти на эту презентацию, подготовить проект. Ну, наверное, самое главное – реализовать этот проект. Среди авторов, не ставших откладывать дело в долгий ящик, были и сотрудники телеканала «Первый мытищенский». Журналисты представили на конкурс «Наше Подмосковье» два проекта – «Экородина» и «Социальная реклама». На защиту инициативы каждому участнику конкурса давалось три минуты. Вот здесь как бы вживую человек может показать свой проект. Его увидят и жюри, и присутствующие. И сам он почувствует еще глубже то, что он создал. Я думаю, что это нужно. В этом году жители Московской области зарегистрировали на сайте конкурса «Наше Подмосковье» 19 406 проектов. Но только лучшие будут удостоены губернаторской премии. Отбор уже начался. Предварительные итоги антимусорных рейдов подвел губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом областного правительства. Что касается нашего округа, за 9 дней проведения акции выдано 16 постановлений об административных правонарушениях. Составлено 5 протоколов о вынесении постановлений об административных правонарушениях. И одно уведомление о прибытии в территориальный отдел номер 7 направлено нарушителю по почте. Губернатор подчеркнул, что подход к благоустройству и чистоте в каждом муниципалитете должен быть комплексным и профессиональным. А подобные профилактические мероприятия позволяют с одной стороны формировать культуру обращения с мусором, а с другой грамотно подходить к формированию правил и нормативов по вывозу и утилизации мусора. Антимусорная акция вдоль автодорог Московской области выходит на новые адреса. Несанкционированные свалки возникают подчас в укромных местах, где их не так просто обнаружить. Уборка таких замаскированных захоронений мусора требует дополнительных затрат. Операторы и корреспонденты нашего телеканала ежедневно по несколько часов проводят в засаде вместе с сотрудниками Минтранса, Госадомтехнадзора и полиции. Слово Сергею Берзину. Оперативные группы по предотвращению образования стихийных свалок вдоль автодорог дежурят в самые напряженные часы. У деревни Зимино, где новоселы строят особняки, особенно в выходные дни сброс у дорог происходит по утрам. Впрочем, конкретные места могут указать все местные жители. Вот туда вот к лесу подъедьте и увидите, куда они мусор кидают строительный. А почему? Почему туда идёт? А туда же проще. Вот те дома, что вот там вот там, им ближе к лесу отвезти. Тут кажется тупик, дорога дальше не идёт никуда, но машины здесь нередкие гости. Сюда едут, чтобы сбросить мусор и, не попадаясь на глаза, проехать в другой конец деревни. Такая вот мусорная конспирация. Ну, пытаемся. У нас, конечно, на всё не хватает ни сил, ни средств. Но вылавливаем. Тут проходят рейды у нас. Выявляются все потаённые уголки, куда чаще всего свозят мусор. Даже те участки у дорог, где легче всего сбросить, не привлекая внимания. В Велениново для этого облюбовали углубления на поворотах. Но придётся ответить и здесь. И в продолжение экологической темы. Специальная рабочая группа Совета депутатов, администрации округа и общественной палаты муниципалитета поднялась на крышу самого высокого цеха пивоваренной компании. Именно здесь было проведено выездное совещание по жалобам жителей соседних микрорайонов на выбросы в атмосферу вредных веществ. Об итогах выездного совещания расскажем в рубрике «Экородина». Любое масштабное производство в городской черте – это стресс. И для жителей соседних районов, и для самого предприятия тоже. Несколько лет назад головной завод московской пивоваренной компании, а он расположился на Волковском шоссе, попал в список крупнейших загрязнителей в Московской области. Претензий было хоть отбавляй. Производство только налаживалось, и казалось, что и воздух, и вода вокруг предприятия неизлечимо больны. Что поделать, если производство требует таких жертв? Но мириться с таким положением никто не собирался. Работа по созданию эффективной системы очистки велась и ведется. И все это можно увидеть воочию. Тем более, что директор завода Юрий Лобанов встречает гостей очень важным сообщением. Таких очистных сооружений с такой степенью очистки нет нигде в мире, я об этом ответственно заявляю. То есть вода, которая после очистки сбрасывается в Яузу, по своим качествам лучше чистой речной воды. Нормы Санпина здесь в два, то и в три раза строже, чем в Европе и в Америке. Они сохранены еще с советских времен, и их не собираются пересматривать ни из-за какой экономической целесообразности. Производственный цикл очистки воды больше похож на сложную схему химических реакций. Мини-реактор выделяет газ-метан, который идет для получения энергии и возвращается на производство. Далее биотанк – очищение с помощью биологического ила. Сам ил после обработки идет на удобрение. Далее дисковая фильтрация, угольная фильтрация. В этой проточной воде несколько лет живут аквариумные рыбы. Какая вода здесь используется? Вот если вы говорите о очистке воды, вода привозна или то, что вы очищаете? Мы эту идею подсмотрели на самом деле в передаче про Московский водоканал. Они используют подобные аквариумы, через которые в потоке пропускают воду, которая идет на выход из сочиненных сооружений. Мы украли эту, честно говоря, идею. И используем здесь проточную воду. То есть вот та вода, которая у вас идет на очистку, и потом выходит, сбрасывается яуза. То есть то, что мы здесь видим, это вот реально та вода, которая… Рыбы себя прекрасно чувствуют. Конечно, хозяева всегда стараются показать лучшее. Но принципиальные вопросы к ним остаются. Возможно ли вообще экологически безопасное производство в городской черте? Это безопасное производство. С точки зрения санитарных норм и правил, санитарной защитной зоны, мы абсолютно выдерживаем все показатели ПДК по всем параметрам. А жалобы? Дело в том, что не все жалобы поступают на нас. По части жалоб мы принимаем меры, такие, как я уже сказал, мы поставили закрытый факел. Раньше, когда не было ГПУ, мы сжигали газ. Мы поставили тент на аэротанк, чтобы не было парения. Мы поставили воздухоочистительные установки в варник. Проблема очищения воздуха – проблема проблем. Жилые кварталы находятся в полукилометре отсюда. Что ветер отсюда несет туда? Почему из чистых экологических продуктов получается и пенистый напиток, и горький осадок? За ответами взбираемся на самую крышу главного варочного цеха. От него поднимаются те самые пары, от которых першит в горле у соседей. К сожалению, за последние годы администрация, совет депутатов, сама компания получала отсюда ряд писем жителей на определенные проблемы, которые периодически возникали по запаху. И вот мы сегодня решили, на самом деле, очень благодарное руководству такой открытости. Потому что писать можно много, а мы хотели сегодня увидеть сами и понять, в каком пути находится компания по устранению тех замечаний, которые были высказаны. Лучше один раз увидеть и на месте разобраться, что хорошо, а что плохо. То, что чувствуют наши жители, новая медведка, Тайсан Михайлович, житель, который здесь с нами вместе. Вот все здесь и происходит. Я правильно понимаю, что здесь вот центр всех наших проблем. Мы собрали весь газ, весь выпор по газоочистительной установке, где происходит очистка. И вот эта система действует в последний год. С какого месяца она начала действовать? Эта система, которую мы видели сейчас, вторая, она еще находится в пусконаладке. Я думаю, что на следующей неделе, да, Денис, мы, наверное, подпишем акт, сдадим, сделаем все. То есть на следующей неделе воздух путища станет окончательно чистым? Сто процентов. Пока тут много непонятного. Система многоуровневая, и в ее технологии не так просто разобраться. С какой периодичностью у вас проверяет Роспотребнадзор на соответствие то, что мы видели, воды, воздуха? Есть программы регулярных наблюдений. Это раз в квартал. Независимые лаборатории делают анализы. Плюс, если имеют место факты жалоб населения, то идет внеплановая проверка. Подведение итогов выездного заседания рабочей группы – это обработка большого количества новой информации. По сути, речь идет о том, что застарелая проблема выбросов с пивзавода должна уйти в прошлое. Оптимизм руководства предприятия понятен. Вложены большие средства, есть результат. У предприятия высокий экологический рейтинг на международном уровне. Осталось доказать это мытищенцам. То, что мы сейчас здесь увидели, не то, что впечатлило, это и должно быть, я считаю. Я был в немецком городе Дарнштадт года три назад. Мы ездили к друзьям там. Там находится пиваренный завод тоже. Были там неделю, запаха вообще некого. Здесь вот буквально, если ветер дует в наши дома, то, конечно, запах ощущается. Для кого-то, повторюсь, он безвредный и люди не обращают на внимание. Кто-то вот жалуется. Ну вот новая система, она должна устранить все эти запахи? Ну, будем надеяться на это, что устранится. Тогда, конечно, все жалобы жителей и общественности, я думаю, прекратятся. Здесь, на крупнейшем в России заводе, верят в свои возможности построить технологически и экологически безупречное производство. И это должно стать нормой. Небольшие зоопарки, в которых живут как экзотические, так и сельскохозяйственные животные, приобретают все большую популярность у горожан. Порой только благодаря таким заведениям современные дети могут увидеть не нарисованных, а настоящих енотов, лис или, например, коз. Но главное, постояльцев здесь можно не только разглядывать, но и кормить и даже трогать руками. Насколько это безопасно, узнала Надежда Трифонова. Зоопарк, в котором живет этот сурикат, небольшой, но среди его постояльцев довольно много необычных зверей. Например, дикообраз, чернобурка, капибара и, разумеется, домашних. Морские свинки, кролики, коза и другие. Все они хорошо знакомы с человеком, позволяют себя чесать, гладить, кормить. Одни животные без опаски прогуливаются среди посетителей, другие хоть и не выходят за пределы вольеров, тоже рады гостям. Порой даже слишком. В нашем городе не один контактный зоопарк. Они весьма популярны, особенно среди маленьких матищенцев. Мы здесь второй раз, но нам здесь, правда, очень нравится, потому что все звери чистенькие, аккуратненькие и, как мы сегодня попали на вакцинацию, и здоровые тоже. Это самое главное для здоровья детей. Чтобы общение горожан и животных ничто не омрачало, за здоровьем постояльцев контактных зоопарков пристально следят сотрудники матищенской ветстанции. Вот и сейчас доктор Айболит намерен сделать прививки от бешенства енотам Билли и Вилли, лису Джеку и сурикату Тимону. У них маленькие, но зубки есть, остренькие. И хотя, несмотря на то, что эти животные находятся в замкнутом пространстве и не имеют, скажем так, общения с дикой фауной, тем не менее, по всем нашим правилам, животное платоядное должно быть вакцинировано. Еноты столь охочие до угощения, что иглы, вонзенные в шкуру, не замечают. Тем временем, лис изрядно переволновался и пытался убежать от людей, вошедших в клетку со шприцем. Дольше всех пришлось ловить маленького юркого суриката, но и Тимон не смог нарушить планов Олега Шевченко. О том, что пациентам сделан очередной укол вакцины, он пишет в их паспортах. Это контактный зоопарк. Здесь мы работаем и с животными, и с детьми работаем, то есть с родителями. Поэтому следить за здоровьем, состоянием животного мы обязаны. Это наши дети. Мы с ними нямчаемся, как со своими детьми. За каждым нужен уход. Качественный корм, ежедневный туалет – важные составляющие ухода за животными. Но главное – профилактика инфекционных заболеваний, знает каждый добропорядочный хозяин четвероногого. Чтобы блюсти, скажем так, дезитическое состояние животных и района против инфекционных и опасных заболеваний, мы проводим такие вакцинации. Сегодня это было бешенство. Также мы проводим и лептоспироз ставим, и забор крови у овец, коз, кроликов вакцинируем. Но это все в плановом порядке. Уходя, Олег Шевченко интересуется здоровьем остальных питомцев зоопарка и сообщает управляющему о дате следующего планового визита. На сегодняшний день у него нет опасений. Звери здоровы и могут общаться с матищенцами. В чем не уступает ветеранский футбол молодым, так это в умении играть красиво. На поле выходят игроки старше 50 лет, а играют с тем же юношеским азартом. Первенство Московской области среди ветеранов по традиции оспаривают два клуба. Кто главный конкурент матищенских спортсменов, узнаете из следующего сюжета. На стадионе «Торпедо» основное действие происходит на футбольном поле. Юные легкоатлетки с интересом посматривают туда, а там настоящий накал страстей. Не жалеют себя ветераны. А ведь им всем за 50. Зона Подмосковья в первенстве России выявляет те команды, которые дальше будут представлять регион на крупных турнирах. А для этого надо попасть в четверку лучших. Если прежний Олимпик матищи без проблем выигрывал первые места и в возрастной группе после 45 и старше, и после 50 и выше, то теперь конкуренция обострилась. Во многие команды пришли в прошлом профессиональные футболисты. Александр Шанин, основной вратарь «Локомотива» в 93-м году, сейчас наставник команды «Коломна», наш основной конкурент в борьбе за четвертое место. Впрочем, турнирные расклады пока отступают на второе место. Главное – качество игры. Ветераны любят футбол. Они в него играют. А молодые пока в него не играют. У них другая школа. И играют они немножко не в тот футбол, в который любят все. Да и сейчас ожидания есть. И все любят футбол, просто многие не понимают, что в нем происходит. Поэтому... Ну, мы-то надеемся, что на следующий год мы... Ну, все, значит, надеемся, значит, выиграем. Пока безоговорочный лидер в зоне Подмосковья – Раменский Сатурн. Но и мы, тищенцы, не теряют надежд на продвижение по турнирной таблице. Готовка была. И зимние мы выиграли открытый первый «Щелковский район» по мини-футболу. Так что второй год подряд. Поэтому готовимся. Резервы у команды есть. Несмотря на то, что рассчитывать на приглашенных мастеров не приходится. Вернее, в команде решили опираться только на свои силы и побеждать за счет командной игры. А вот в игре с Коломной зафиксирована ничья. И значит, основная борьба еще только впереди. Заключительный десятый этап летней спартакеады среди детских дворовых команд завершился динамичным турниром по флорболу. Это один из видов хоккея с мячом на твердом покрытии. Флорбол в мытищах пока делает первые шаги, но юные горожане уже всерьез полюбили эту игру. Знатоки говорят, что флорбол больше похож на хоккей с шайбой, чем на хоккей с мячом. Но вот так владеть клюшкой, чтобы шайба к ней прилипала, вряд ли получится. А техника флорбола это позволяет, если, конечно, упорно и с детских лет ею заниматься. Но пока флорбол – это больше летний вид спорта, и многие профессиональные команды используют его для межсезонной подготовки к основному виду. Но флорбол уже давно заявлен как самостоятельный вид и на международном уровне. Популярность его только растет. В принципе, играть можно и в любом зале школьном. Количество команд школьных увеличивается. Понятное дело, что есть над чем работать, проблем много, но в целом есть желание развивать это дело, люди этим занимаются. И, как мне кажется, массовость растет. Массовость – основа роста мастерства. Тем более, что многие мальчишки с удовольствием включились в эту азартную игру. Она такая же, как и хоккей. Но хоккей можно играть только зимой. А в флорбол можно играть и зимой, и летом. Просто нужна именно одна площадка. Утраму можно получить. Ну, синяки обычные, но это никак. Можно в лицо клюшку удавить. Правда, клюшки здесь из самого легкого пластика. А сам мячик весит не более 25 граммов. Воздушный такой хоккей. А выкладываться все равно надо по полной. Побеждает-то сильнейший. Тот, кто лучше умеет играть. И на международной арене нашим командам еще надо очень учиться. И здесь тоже. Главное, что до этого было все лето. Мы привлекли большое количество детей, которые не просто у нас слонялись по улице, скажем так. А в каждый месяц у нас проходило от двух до трех мероприятий. Вот. Наши летние спортикиады. Поэтому мы очень большое количество детей привлекли вот именно к занятиям спорта. А не просто так вот. Они у нас гуляли на улице. Марафон флорбола завершился победой команды с задорным названием «Реальные кабаны». Пока, конечно, ребята вряд ли похожи на лесных персонажей. Но пройдет время, придет опыт. И в игре они станут такими же неудержимыми, как настоящие кабаны. И это только от них самих зависит. Мне остается пожелать всем телезрителям бодрого настроения и хороших выходных. Таковы были главные события уходящих семи дней. Увидимся через неделю. Команда первого Матищенского работает для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова